Приветствую вас на канале блог инженера Павлова. Многие задаются вопросом, как же провести свой первый стрим, то есть интернет-трансляцию при низкой скорости интернета. В этом видео я решил поделиться своим опытом по настройке OBS Studio для проведения таких трансляций. Сразу говорю, я не буду рассматривать, что такое ключ потока, откуда его взять, куда вставить. Я буду касаться вопроса только как настроить OBS Studio для проведения трансляции при низкой скорости интернета. Итак, приступим. Первым делом нужно с помощью сервиса Speedtest.net измерить скорость интернета. Я уже измерил скорость своего интернета и результат измерения вы видите на экране. Здесь меня интересует скорость исходящего потока от меня в сторону провайдера и в данном случае она составляет 1 мегабит в секунду. Это ширина канала исходящего от меня в сторону провайдера. Сразу говорю, у меня используется ADSL соединение с интернетом. Занимать исходящий канал полностью трансляции нельзя, так как возможны потери пакетов. Кроме того, надо еще вести обратный контроль трансляции. Моя рекомендация в данном случае, чтобы половина ширины канала составляла трансляции, а оставшаяся половина была свободна. Но в данном случае я себе такую позвольте роскошь не могу, поэтому я использую такое соотношение. 75 процентов канала занято трансляцией, а 1 четвертая канала остается свободной. В данном случае у меня трансляция может быть может занимать ширину канала до 750 килобитов в секунду. Хочу напомнить, что сам поток трансляции состоит из двух составляющих из видео и звука, то есть в него входит битрейт видео и битрейт аудио. По интернету гуляет вот такая таблица. Ее легко найти в поисковой системе по запросу битрейт видео для трансляции. С помощью этой таблицы я и буду производить настройку OBS Studio. Напомню, что у меня максимальный размер потока не должен превышать 750 килобит в секунду. Итак, смотрю, мне под мои запросы подходит разрешение 360 или 480. У разрешения 360 битрейт составляет от 400 до 1000, а в разрешении 480 битрейт составляет от 500 до 2000. Я покажу настройки для разрешения 360. Битрейт я возьму 600 килобит в секунду. Аудио битрейт я возьму 96 килобит в секунду. После того, как я выбрал битрейт видео и битрейт звука, я могу легко рассчитать ширину полосы трансляции, которая будет у меня. Для этого достаточно сложить битрейт видео и битрейт звука. В данном случае у меня получилось 696 килобит в секунду. Данное значение не превышает рассчитанного ранее мной значение предельного 750 килобит в секунду. Теперь я проведу настройку B-Studio. В настройке B-Studio мне поможет вся та же таблица. Итак, открыл я окно настройки, выбираю вывод. Здесь я режим вывода ставлю расширенный. Потоковое вещание. Управление битрейтом я ставлю CBR. Это постоянное значение битрейта. В битрейт я ставлю 600 килобит в секунду. Далее, профиль. Открываю таблицу, смотрю профиль. Для разрешения 360 профиль составит, будет базелайне. Ставлю профиль базелайне. Аудио. Битрейт аудио должен составлять 96 килобит в секунду. Ставлю везде. Далее, перехожу на вкладку аудио. Здесь я ставлю частоту дискретизации 44,1 килогерца. Канал ставлю моно. Далее, перехожу на вкладку видео. Здесь выходное масштабирование разрешения я ставлю 640 на 360. Фильтр масштабирования я ставлю билинейный. Самый быстрый, но размытый при масштабировании. Частоту кадров я ставлю 30. Это все настройки согласно вот этой таблице для разрешения 360. Вот и все. Настройка ABS Studio завершена. Теперь можно провести пробную трансляцию. Я с вами поделился своим опытом настройки ABS Studio для проведения трансляции при низкой скорости интернета. Вообще, не бойтесь экспериментировать. Я вот, допустим, вместо рекомендованных таблицей 30 кадров в секунду ставил 25 кадров в секунду, как в аналоговом телевидении. И ничего, получилась нормальная трансляция. Так что экспериментируйте. Но если у вас какие-то вопросы есть, пишите их в комментариях. А если у вас есть какой-то другой опыт, отличный от моего, тоже пишите. Делитесь с ним в комментариях. Ну вот и все. Всех благодарю за внимание. Желаю вам удачных трансляций и хороших скоростей интернета. До новых встреч, друзья. Всем пока.